МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Инновационные агротехнологии смогут применять в каждом хозяйстве. В этом должен помочь новый обучающий центр. Куда делись привычные для толдукурганцев юрты Камысхана? Об этих и других материалах блока расскажут наши корреспонденты. Решить жилищный вопрос поможет госпрограмма о развитии регионов до 2020 года. Пришла она на смену прежней – доступное жилье 2020. Вступила новая программа в силу 1 января, но уже, похоже, обрела свои конкретные очертания. В ее рамках в области сданы в эксплуатацию 10 многоквартирных домов. В сентябре начнется формирование пола на новые квартиры в толдукургане. Жилстройсбербанк, как один из главных реализаторов программы, пояснил, кто и как сможет стать их обладателями. Система жилстройсбережения легла в основу новой госпрограммы. Жилстройсбербанк – главный ее оператор. Условия остались прежними – отсутствие квадратных метров, стабильные взносы и накопление не менее трех лет. Так решить свой квартирный вопрос уже смогли полторы тысячи жителей Алматинской области. В числе приоритетных молодые семьи гарантом строительства выступает Акимат Алматинской области. Уже нынешней осенью, заверили банкиры, начнется формирование нового пула для толдукурганцев. Подписано соглашение между нами и Акиматом Алматинской области по строительству трех домов. Двух 40-квартирных и один 60-квартирный дом. Это в юго-западном районе города Талдукурган. По данным домам прием заявлений планируется в конце третьего квартала 2015 года. Всего с начала реализации программы банком и Акиматами сданы в эксплуатацию по направлению для всех категорий населения семь домов. И по направлению жилье для молодых семей введено в эксплуатацию четыре дома. Сегодня на очереди в рамках жилстройсбережения 16 тысяч вкладчиков. Однако в 10 раз количество поданных заявлений на участие в госпрограмме превышает предложение, констатируют банкиры. Выход есть и даже для тех, кто не соответствует прописным требованиям. Государство в лице жилстройсбербанка поддерживает и рыночные программы кредитования. Те, кто не может участвовать в государственных программах, Наши клиенты могут воспользоваться доступными займами, которые мы предоставляем уже на рынке долгое время. Там процентная ставка будет от 3,5 до 8,5% годовых. Конечно же, при внесении 50% от стоимости жилья, либо единовременной, либо накоплением от 3 до 15 лет. Как свидетельствует статистика, 70% вкладчиков областного филиала банка имеют доход ниже среднереспубликанского. Сиюминутные и потечные займы многим не под силу. Одна надежда – жилищные накопления. Такая система уже нынешней осенью позволит справить новоселье почти 100 вкладчикам Ильиского и Карасайского районов. Наталья Хаменко, Габит Кабдрахман, телекомпания ЖТСУ, Талткурган. 2017 год в Казахстане объявлен годом истории. Страна будет отмечать 100-летие Алашского движения. В каком формате будет проходить празднование этой исторической даты и другие организационные вопросы, сегодня обсудили участники научно-практической конференции, прошедшей в Алматы. Инициаторами мероприятия выступили Институты истории и этнологии имени Шуканова-Лиханова и историко-просветительское общество АДЛЕТ. Все участники солидарны в одном, необходимо как можно больше рассказать общественности о национально-освободителем движения Алаша и его руководителях, таких как Ахмед Байтурсынов, Маржак Абдулатов, Алихан Букиханов, которые ценой своей жизни боролись против политики царизма. Именно имена еще многих единомышленников алашарденцев остались в тени, потому не так широко известны общественности. Один из них ярчайший представитель казахской интеллигенции, выходец из ЖТСУ Иса Тергив Сызов. Он, не боясь царского гнета, распространял книгу Мржак Абдулатова «Оян-Казах», в которой автор выразил свой протест. Эти и другие исторические данные были озвучены учеными в ходе научно-практической конференции. К слову, такие мероприятия уже прошли в Петропавловске, Ускаменогорске, Уральске и Караганде. «Мы специально приехали на это мероприятие, так как следующий год мы планируем посвятить году алашарденцев, крае ЖТСУ. Будет проведена большая работа, подняты исторические документы, и мы хотим восстановить список всех участников национального освободительного движения. Мы уже насчитали 20 человек. Работа будет продолжена». Найдены и задержаны вандалы, осквернившие памятник Кабанбай-Батыру в Талдыкургане. Полицейские проделали огромную работу, прежде чем выйти на след хулиганов. Вследствию помогло видео, выложенное неизвестными в интернете, где двое пьяных парней сидят верхом на коне полководца. Сегодня областной совет ветеранов выносил им свой приговор. Больше месяца назад на ютубе появилось видео, шокировавшее всех казахстанцев. Памятник великому полководцу Кабанбай-Батыру осквернили своими действиями два молодых человека. Как позже выяснило следствие, 25 декабря 2011 года жители станции Мата и села Боралдай Даурен Коптлеов, 89-го года рождения, и Булат Букенов, 87-го года рождения, гуляли на свадьбе друга. Спиртное сподвигло их на необдуманный и необъяснимый шаг. Неделю назад парней задержали. На них заведено уголовное дело по части 2-й, статье 293-й. Сегодня эти парни просят прощения перед аксакалами, а ветераны крайне возмущены их поступком. Всё это от того, что нет у молодёжи чувства патриотизма, уважения к предкам и должного воспитания, сетуют они. Памятники ставятся никому попало. Это наши достойные люди, которые для становления нашей страны, нашей государства, как говорится, вложили определённую лепту. Харагри Хаванбаев, он главный командыш бойц, который освобождал нашу территорию от жунгарских захватчиков. Поэтому мы должны беречь имя этих людей, памятники этим людям и воспитывать нас, молодёжь, уважение к памятникам. Дурной пример заразителен, говорят в народе. Буквально на днях неприятный случай с памятником повторился. Теперь уже 12-летние школьники демонстрировали свою лихость, сидя верхом на памятнике. По строгости ответили родители и педагоги. Аксакалы предложили ввести в школе занятия воспитательного характера. Хулиганов, жалобно просящих прощения, аксакалы призывали к совести и всё же решили простить. Сегодня обсуждали совет аксакалов в области. Были строгие нарекания, замечания. В целом, хадатай, святого прекращения уголовного дела, мы будем, с учётом этого, будем законные решения и приёмные. А чтобы урок всё же не прошёл даром, старейшины предложили привлекать вандалов к общественным работам, в том числе по уходу за памятниками. Салтанат Шурай, Жасулан Шенгинжа, телеканал ЖТСУ. Кто станет лучшим преподавателем, организатором начальной военной подготовки в Алматинской области, это предстоит выяснить по итогам двухдневных соревнований среди преподавателей НВП. Сегодня и завтра 14 учителей будут оспаривать звание лучшего. Особое внимание применению ими в работе инновационных методов. В патриотическом воспитании подрастающего поколения роль предмета НВП очень важна. Но из-за взрыва гранаты в Алматинском колледже дизайна в обществе возникли разногласия. Одни считают, что предмет нужен, другие, что его нужно вычеркнуть из школьной программы. Именно потому преподаватели-конкурсанты со всей области на деле доказывают, что детей азамратного дела обучают профессионалы. И предмет, введенный в учебный курс 606 школ и 62 колледжей области, интересно и разнообразно. Сделать предмет интересным – задача каждого педагога. Если ребенку скучно на уроке, он не усвоит материал, будет баловаться или еще хуже сбегать с него. Потому воспитывать в юных сердцах патриотизм должны мы, соответственно, сами должны быть готовы. Такое соревнование проводится у нас второй год. Я стал лучшим преподавателем-организатором 2014 года, но для себя подчеркнул много нового. И все, что я теперь знаю и умею, буду передавать нашим школьникам. Продолжаем выпуск. Конкурс молодых дизайнеров «Жас Маман» прошел сегодня в областном центре. Он был приурочен сразу к четырем событиям в стране. 20-летию Ассамблей народа Казахстана и Конституции Республики Казахстан. 70-летию Победы и 550-летию Казахского ханства. Молодые участники пробовали свои силы и на практике, и в теории. Примечательно, что в областном конкурсе могли принять участие не только будущие профессионалы, но и любители. В пятый раз проводится в области конкурс «Жас Маман». Организаторы мероприятия ребята из Центра молодежной политики отмечают, что главная цель – это выявление молодых талантов, будущих профессионалов своего дела. «В прошлом году конкурс прошел среди слесарей, в 2013-м – среди швей. В этом году мы выбираем лучшего художника-дизайнера. В конкурсе принимают участие ребята из семи областей и двух городов». 14 участников от 16 до 25 лет сегодня демонстрировали свой талант и профессионализм. Первый тур конкурса – 20 тестовых заданий за полчаса. Здесь, как на обычном экзамене, конкурсантов проверяли на знания теории. Второй тур конкурса длился два с половиной часа. Ребята должны были выполнить свои работы по четырем предложенным темам. «Как только я узнала, что будет проводиться такой конкурс, выразила желание в нем участвовать. Теперь я здесь, пробую свои силы. Сегодня нам предложили выполнить работы по четырем темам. Я выбрала тематику 20-летия Ассамблеи народа Казахстана, тему единства и дружбы нашего народа». В составе компетентного жюри большие профессионалы. Они утверждают, что практическая часть – самая основная. Но немаловажен и третий тур – защита своей работы. Таким образом, художник-дизайнер должен уметь не только создавать уникальные вещи, но и убедить всех, что это настоящий шедевр. Основные три части. Это первая теория, которая в письменном виде изложила свои логики. Вторая – это самое главное. Я думаю, это профессионализм. Каждый человек – это профессиональный уровень. Как они рисуют, как они… Все на высоком уровне. И третий – это самое немаловажное – это защита. Те, кто защиту хорошо проводит, ну и оцениваем соответствующие места. Первое место жюри присудило Талдыкурганцу Абглая Бахатнуру. Второе досталось Сагамур Камбаеву. Третье – Маулену Исинбулатула из Рейнбекского района. Победителям вручили дипломы и ценные призы. Салфанаш Урай, Жей Курманбаев, телеканал ЖТСУ. Гордость школы. Учащиеся Талдыкурганской гимназии номер один имени Абая в числе лучших по области. Педагогический коллектив во главе с директором школы сегодня чествовали отличников учебы, олимпиадников и юных спортсменов. По итогам учебного года порядка 80 ребят стали призерами областных, республиканских и международных олимпиад, а также конкурсов и научных проектов. По традиции всех одаренных детей наградили почетными грамотами. Благодарность администрация школы выразила и родителям учащихся. По словам педагогов, этой традиции чествует лучших из лучших уже много лет. Старейшее учебное заведение за годы своего существования выпустило немало одаренных детей. В этом году школу заканчивает 76 выпускников. Ребята сейчас активно готовятся к самому главному экзамену в жизни. Участвую в подобных олимпиадах уже много лет. В этом году я заняла второе место на областной олимпиаде по английскому языку. Я считаю, что подобные мероприятия стимулируют нас участвовать в них больше, занимать призовые места. И я хотела бы пожелать всем выпускникам этого года успешной сдачи ЕНТ. Поздравить всех сегодняшних призеров. И я очень горжусь тем, что являюсь выпускницей этой школы. Далее в нашем выпуске международные новости. Обзор событий в мире подготовила Лиля Штогрина. Число жертв оползня на севере-западе Колумбии растет. По данным местных властей найдены тела более 60 человек. Но еще многие числятся пропавшими без вести. Из-за сильного течения реки и сложных погодных условий поиски серьезно затруднены. Некоторые тела были обнаружены в 20 километрах от места происшествия. Спасателям помогают более 160 военнослужащих. Население из районов повышенной опасности эвакуировано. Трагедия произошла сегодня ночью из-за проливных дождей. Стихия почти полностью уничтожила несколько поселков. Разрушила дома, повредила мосты и дороги, что осложняет оказание помощи. Во Франции оправданы двое полицейских, проходивших по делу о гибели подростков в парижском пригороде в 2005 году. Двое парней скончались от удара электротоком, спрятавшись от преследовавшей их полиции в трансформаторной будке. Еще один находившийся с ними подросток получил ранение. Стражи порядка обвиняли в том, что они не оказали помощь. Семьи пострадавших возмущены оправдательным вердиктом. Адвокат полицейских заявил, что с самого первого дня его клиенты были убеждены, что не совершили ни ошибок, ни преступлений. Стражам порядка в случае признания вины грозило до пяти лет лишения свободы. Улицы иракского города Ромади в воскресенье полностью перешли под контроль исламистов. Тысячи местных жителей покинули населенный пункт в поисках убежища от расправы исламистов в других городах страны. Официальные власти Ирака, равно как и их союзники в Вашингтоне, вынуждены признать неудачу. Однако собираются предпринять все необходимое для контрнаступления на город. Министерство обороны Ирака объявило о дополнительной мобилизации сил близ Ромади. Городу также стягиваются отряды шиитских ополченцев, выступающих на стороне официального Багдада. Между тем появилась информация, что исламисты на бронетехнике уже выдвинулись из Ромади, чтобы самим атаковать шиитских ополченцев на их базе. Полив без потерь. О том, как повысить эффективность полива до 80% аграриям региона, рассказали иностранные специалисты. В Карасайском районе на базе образовательного центра Ушхонгар прошел семинар, на котором подробно изучили эффективнейшую израильскую технологию капельного орошения. Капельное орошение – это израильское чудо. Именно оно позволяет государству, три четверти которого находятся в пустыне, выращивать фрукты и овощи, причем в промышленных объемах. Сегодня эту технологию используют более ста стран мира, не исключение Казахстан. Как поясняют специалисты, этот метод одинаково эффективно работает в различных погодных условиях, и на полях, и в теплицах. А для более качественного и активного внедрения капельного орошения в нашем регионе был открыт новый обучающий центр Ушхонгар. Мы здесь будем обучать конструкторов, а эти конструкторы потом будут обучать фермеров, и мы будем очень рады делиться с вами наш опыт. Эта технология дает нам поливать все, что надо, небольшое количество воды и то количество, что точно нужно каждому кусту, каждому дереву. Открытие этого центра ждали многие аграрии. Без современных технологий сегодня никуда, говорят сельскохозяйственники. Вопрос полива для многих районов нашего региона остается проблемным, и тут именно капельное орошение поможет увеличить количество поливных территорий, а значит и посевов. При поливе традиционным способом мы используем всего 50% воды. Всё остальное – это потери. Когда же используется дождевой полив, то эффективность составляет примерно 65%. При использовании же капельного орошения эта цифра возрастает до 85%. То есть практически весь объём воды используется с пользой. Стоимость системы капельного орошения колеблется от 300 до 2000 долларов США. Но, как говорят собравшиеся, водные ресурсы в наше время бесценны. Дина Баранбаева, Алмаз Садуахас, Аманжол Жонкешев, телеканал ЖДСУ. Другим темам. Традиционный сезон Камасхана в Талдыкургане, как обычно, стартовал 1 мая. Однако в этом году количество юрт, предлагающих Камас и Шубат, значительно уменьшилось. И связано это в первую очередь с выбором потребителей. Не выдержавшие конкуренции в этом году свернули бизнес. Хотя в общей массе за прошлогодний сезон 19 Камасхана из всех районов области реализовали более 700 тысяч литров кумыса и около 500 тысяч литров шубата. За последние 8 лет толдыкурганцы уже привыкли, что ежегодно в 19 точках областного центра стоят юрты, где всё лето до поздней осени в любое время можно купить кумыс, шубат и различные деликатесы национальной кухни. В этом же году многие привычные места пустуют. Как выяснилось в этом году, по городу из 19 районов Камасхана открыли только 8. Это юрты Талдыкургана, Текили, Карасайского, Куксюского, Сарканского, Илийского, Реймбекского и Искельдинского районов. Установлены они на знакомых для всех толдыкурганцах площадках. По задумке областного руководства, Камасхана – это дань развитию национальных традиций и забота о здоровье населения. Потому с этого года упор на качество. Каждый год, как только юрты устанавливаются, проводится конкурс на самую лучшую юрту, которая в течение четырёх месяцев должна показать себя с хорошей стороны. И те юрты, которые занимают призовые места, награждались всегда денежными премиями. Те юрты, которые в прошлом году не смогли заявать призовые места, те, которые в течение одного месяца проработав, закрывали, юрты закрылись, в этом году они не стали устанавливаться в общественных местах. В Центральном парке уже много лет подряд стоят Камасхана Талдыкургана и Коксусского района. Сегодня это не просто юрты, а целые комплексы отдыха. Талдыкурганская Камасхана не раз удостаивалась звание лучшей по итогам ежегодного областного конкурса. А с начала этого сезона здесь уже реализовали более 900 литров кумыса. «Работаем мы здесь уже 4 года. Кумысы мяса мы привозим со своего хозяйства. Всё свежее и качественное. Сами готовим все блюда казахской кухни. И при этом цены у нас приемлемые. Поэтому у нас проводят очень много мероприятий, праздников. Просто приходят на обед попить кумыс и шубат. Много своих постоянных клиентов. Построили летнюю площадку, топчан. В общем, стараемся сделать всё для удобства». Места для установки юрт выбираются не случайно. По задумке организаторов, их стараются расположить в наиболее посещаемых и уютных районах областного центра. Так, в микрорайоне Каратал в Парке Победы уже много лет подряд свои юрты ставит Сарканский район. Живописное место и вкусные блюда привлекают сюда немало посетителей. «Мне очень нравится работать именно в Камасхана, ведь это поддержка наших традиций. А ещё и Камас и шубат – это очень полезно для здоровья. Мы привозим его с высокогорных экологически чистых районов. Как известно, это один из лучших видов кумыса. Из года в год мы расширяемся, меняем оформление, стараемся подойти ко всему с душой». Как отметили в Управлении сельского хозяйства, в этом году областной конкурс среди Камасхана проводиться не будет. Но участки под Камасхана по-прежнему предоставляются бесплатно. И несмотря на то, что сезон уже начался, областной центр в любой момент готов предоставить землю для установки новых торговых точек. Но в числе обязательных условий – надлежащее оформление, обслуживание и, конечно же, качество кухни. Хотя самые главные критики – это посетители. А они свой выбор за эти годы уже сделали, отдавая предпочтение тем, кто работает сегодня. В Астане прошел очередной 21-й по счету турнир памяти известного казахстанского спортивного журналиста Сидахмета Бердикулова. Турнир в этом году проходит уже в 21-й раз. В нем приняли участие 16 команд, составленные из работников СМИ. О результатах турнира расскажет наш корреспондент. В турнир памяти Сидахмета Бердикулова ежегодно собирают в свои ряды самых спортивных журналистов нашей страны. В этом году расширилась география его проведения. Кроме постоянных участников сборных Астаны и Алматы, попробовать свои силы в любимом виде спорта изъявили желания журналисты Южно-Казахстанской, Север-Казахстанской, Казалардинской и Алматинской областей. В этом году мы, кроме этих соревнований, проводим традиционные республиканские спартакяды среди работников средств массовой информации, которые поэтапно должны проводиться, начиная с районов, областные, и победители будут участвовать в республиканской финале. По регламенту турнир проходил по олимпийской системе в четырех подгруппах. При этом стоит отметить, что силы команд были примерно равны. В результате упорных поединков в финале состязаний журналисты телеканала Алматы выиграли игроков агентства Хабар. Представители средств массовой информации считают, что такие состязания – большой стимул пропаганды здорового образа жизни среди широких масс и в кругу близких. «Игры прошли очень интересно. Главная задача таких турниров – объединить всех журналистов в их стремлении вести здоровый образ жизни и собственным примером пропагандировать физкультуру и спорт». Победители призёра состязаний были награждены кубками, почётными грамотами и ценными призами. Юные борцы из разных уголков Казахстана съехали в село Шукан Кирбулакского района. Здесь прошёл республиканский турнир по вольной борьбе. Традиционное спортивное соревнование организовала семья Мусаевых. 26 сильнейших борцов страны – уроженцы села Шукан. Один из них – науренжу Магазеев. Он бронзовый призёр чемпионата мира по вольной борьбе. Чтобы это славное начало имело продолжение, турнир среди юниоров и молодёжи проводится ежегодно, пятый год подряд. «Турнир проходит на высоком уровне. Среди участников немало хорошо подготовленных спортсменов. Мы уже заметили будущих чемпионов. Если рассказать про своих земляков, то и среди них тоже немало подающих надежд спортсменов». На большие достижения молодёжи делают ставку и выходцы из этого села. На пожертвованные средства построен спорткомплекс. А приобретённые навыки начинающие спортсмены проверяют в ежегодных чемпионатах, таких как этот, посвящённый памяти Айбека Мусаула, который в своё время занимался развитием лучших спортивных традиций в селе. Сейчас начинание отца продолжают его потомки. Ежегодно турнир посвящаем памяти отца. Очень много детей в ауле, которые действительно могут прославить страну, если им создать условия. К тому же через спорт можно воспитывать в детях чувство патриотизма, сплочённости и дружбы. Поединки были весьма зрелищными. Участники турнира, а это более 300 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проявили хорошую технику, упорную волю к победе и показали своё мастерство по 12-й весовым категориям. «Борьба была классная. Вот одного уже победил. Было несложно. Надеюсь завоевать призовое место». По окончании соревнований прошла торжественная церемония награждения победителей. Ульнас Мустафа Жеев, Курманбеев, Телеканал ЖПСУ. В селе Матаяк Сузского района прошёл турнир по волейболу среди любительских команд. На спортивной площадке звания сильнейшего наряду с хозяевами соревнований оспаривали ещё 9 волейбольных дружин из районов и городов нашей области. Организаторы посвятили турнир значимым датам – 550-летию казахского ханства и 70-летию Великой Победы. Продолжит Лилия Штогрина. Патриотизм начинается со школьной скамьи, считают организаторы турнира. Потому соревнования посвящают таким значимым событиям. Но немаловажна и роль педагогов, умеющих воспитать патриотов, раскрыть в детях таланты. Именно таким и был простой учитель физкультуры Матайской средней школы Женебек Турлыбеков. Педагогической деятельности он посвятил более 30 лет, воспитав плеяду талантливых спортсменов. Несмотря на любительский статус, участники весьма умело разыгрывали атакующие комбинации и самоотверженно играли в защите. А шумные болельщики бурно реагировали на каждое удачное действие игроков на площадке. К слову, волейбол пользуется большой популярностью у жителей села Матай. Эта игра не только помогает держать в тонусе тела, но и улучшает способность мыслить, анализировать ситуацию, очень быстро принимать решения. На турнир в этом году приехали команды из других районов. А это поднимает уровень соревнований и дает возможность его участникам приобрести новый соревновательный опыт. Игроки всех команд продемонстрировали мастерство, азарт, а также волю к победе. Но удача улыбнулась наиболее подготовленным. По итогам игр первое место заняли волейболисты Каратальского района. Второе и третье – хозяева соревнований. Игроки Матайской средней школы. Это была последняя информация к этому часу. Оставайтесь на нашем телеканале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова